Урок 1. Знакомство друг с другом. Привет, Анна. Приятно познакомиться. Где ты живёшь? Привет, Джон. Я живу в маленьком городке недалеко от побережья. Как насчёт тебя? Звучит прекрасно. Я живу в самом центре города. А я всегда хотела окунуться в городскую жизнь. Что тебе больше всего нравится в жизни там? Что ж, есть чем заняться и что посмотреть. Мне нравится яркая атмосфера и удобство, когда все под рукой. Звучит захватывающе. Есть ли рядом с вашим домом известные достопримечательности или достопримечательности? Определённо. У нас есть прекрасный парк с потрясающим видом на горизонт. Кроме того, всего в нескольких кварталах находится знаменитый музей. Вау, это потрясающе. Мне нравится посещать музеи. Какие там экспонаты? Здесь представлен широкий спектр произведений искусства от классических картин до современных скульптур. Это отличное место для погружения в культуру. Звучит завораживающе. Обязательно приеду сюда, если представится такая возможность. Кстати, рядом с вашим городом есть пляж. Да, есть. До города можно доехать примерно за 30 минут. Пляж известен своим золотым песком и кристально чистой водой. Похоже, это идеальное место для отдыха и расслабления. Мне нравится проводить время у моря. Это действительно так. Пляж – популярное место, особенно в летние месяцы. Могу себе представить. Наверное, приятно, что лучшие из обоих миров – город и пляж – находятся в пределах досягаемости. Абсолютно. Жизнь здесь позволяет мне наслаждаться как городской жизнью, так и спокойствием природы. Это замечательно, Джон. Было здорово узнать больше о том, где ты живешь. Точно так же, Анна. Я с нетерпением жду возможности узнать больше о вас и вашем опыте. Спасибо, Джон. Мне тоже не терпится поделиться с вами новыми подробностями. Отлично. Давайте продолжим наш разговор на следующем уроке. Определенно, Джон. Тогда увидимся. Скоро увидимся, Анна. Урок 2. Переход к ближайшему почтовому отделению. Привет. Вы знаете, как добраться до ближайшего почтового отделения? Привет. Конечно, я могу помочь вам в этом. Это всего в нескольких кварталах отсюда. Отлично. Не могли бы вы дать мне несколько указаний, как туда добраться? Конечно. Во-первых, вам нужно идти прямо по этой дороге, пока не дойдите до светофора. Хорошо. Понял. Тогда что мне делать? На светофоре поверните налево и идите около двух минут. Хорошо. Я поверну налево и продолжаю в течение двух минут. Что дальше? Через две минуты справа вы увидите небольшой парк. Справа парк. Понял. Что мне делать, когда я приеду в парк? Как только вы доберетесь до парка, поверните направо и продолжайте идти, пока не увидите большое желтое здание. Хорошо. Поверните направо в парке и найдите большое желтое здание. Что же тогда? Когда вы увидите желтое здание, почтовое отделение будет рядом с ним с левой стороны. Отлично. Я найду почтовое отделение рядом с большим желтым зданием. Спасибо за указание. На самом деле, да. Есть ли рядом с почтовым отделением какие-нибудь достопримечательности, на которые мне стоит обратить внимание? Да. Через дорогу от почтового отделения есть популярное кафе. Это сложно не заметить. Отлично. Я буду присматривать за кафе. Еще раз спасибо за помощь. Урок 3. Переговоры о повышении зарплаты. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о чем-то важном. Сейчас подходящее время. Конечно. Привет, Джон. У меня все уши. О чем ты думаешь? Что ж, я работаю здесь уже довольно давно и думаю, что я внес значительный вклад в развитие компании. Мне было интересно, можем ли мы обсудить повышение зарплаты. Я ценю твою преданность делу, Джон. Давайте поговорим об этом. Какую прибавку к зарплате ты ищешь? Я провел небольшое исследование и обнаружил, что средняя зарплата на моей должности в отрасли выше, чем та, которую я зарабатываю сейчас. Я надеялся на повышение зарплаты, соответствующей рыночным стандартам. Я понимаю твою точку зрения, Джон. Позвольте мне обсудить это с вышестоящим руководством и посмотреть, что мы можем сделать. Не могли бы вы дать мне время собрать необходимую информацию? Конечно, я понимаю, что все это требует времени. Я ценю твою готовность разобраться в этом вопросе. Спасибо за терпение, Джон. А пока не могли бы вы предоставить мне список ваших недавних достижений или конкретных проектов, подчеркивающих вашу ценность для компании? Абсолютно. Я подготовлю полный список своих достижений и отправлю его вам к концу дня. Было бы здорово, Джон. Это поможет мне представить веские аргументы в вашу пользу. Есть ли что-то еще, что вы хотели бы добавить? Просто мне действительно нравится работать здесь, и я верю, что повышение зарплаты еще больше мотивирует меня продолжать делать все возможное для компании. Я ценю твою преданность делу, Джон. Твоя преданность работе не останется незамеченной. Я сделаю все возможное, чтобы защитить вас. Спасибо, Анна. Я очень ценю вашу поддержку и понимание. Добро пожаловать, Джон. Скоро мы свяжемся с базой, чтобы обсудить результат. Удачного дня! Спасибо, Анна. Я с нетерпением жду нашей следующей беседы. Береги себя. Урок 4. Изучение вариантов обуви. Привет, Анна. Мне нужны новые туфли. У вас есть широкий выбор каблуков и балетки. Привет, Джон. Конечно. Мы предлагаем множество вариантов обуви на любой вкус и предпочтение. Какую обувь вы ищете? Я ищу пару удобных балетки для повседневного ношения и стильную пару каблуков для особых случаев. Можете ли вы что-то порекомендовать? Спасибо. Конечно. Для балетки у нас есть множество вариантов, от классических балеток до модных лоферов. Они спроектированы так, чтобы обеспечить комфорт и стиль. Звучит превосходно. Я предпочитаю что-то универсальное, что можно носить с разными нарядами. Какие цвета доступны? У нас есть нейтральные цвета, такие как черный, бежевый и темно-синий, которые можно легко сочетать с различными вариантами одежды. У нас также есть интересные и яркие варианты, если вы хотите заявить о себе. Отлично. Обязательно посмотрю на нейтральные цвета. А как же каблуки? Есть ли какие-либо конкретные стили или дизайны, которые сейчас популярны? Абсолютно. Сейчас довольно популярный блок каблуки и каблуки для котят. Они обеспечивают баланс между комфортом и элегантностью. Мы также предлагаем туфли-лодочки с острым носком и сандалии с ремешками для более официального образа. Мне нравится идея блочных каблуков для более стабильного и удобного ощущения. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по цвету или рисунку каблуков? Телесные или черные каблуки всегда являются надежным выбором, так как их можно сочетать с различными нарядами. Однако у нас также есть несколько ярких цветов и узоров, если вы хотите добавить индивидуальности своему ансамблю. Я учту это. Спасибо за предложение, Анна. Мне не терпится изучить варианты обуви. Есть ли у вас текущие акции или скидки? Да, сейчас у нас действует акция, по которой вы можете получить скидку на вторую пару обуви. Я могу предоставить вам более подробную информацию, когда вы посетите магазин. Это просто фантастика. Я обязательно приеду в ближайшее время и воспользуюсь этой акцией. Спасибо за помощь, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы помочь вам. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Счастливой покупки обуви. Спасибо, Анна. Я ценю вашу помощь. Скоро увидимся. Береги себя. Урок 5. Планирование обучения за рубежом. Привет, Анна. Я думала о своих планах на будущее и решила, что хочу учиться за границей в следующем году. Привет, Джон. Звучит захватывающе. Учеба за рубежом может стать прекрасной возможностью для личного и академического роста. Какую страну вы рассматриваете? Я рассматриваю Соединенные Штаты или Соединенное Королевство. У них есть известные университеты, и они предлагают программы, соответствующие моим интересам. Это отличные варианты, Джон. Задумывались ли вы о том, в какие именно университеты вы хотели бы поступить? Да, я провел небольшое исследование, и у меня есть список университетов, которые меня интересуют. Мне нужно будет начать процесс подачи заявки в ближайшее время. Это хороший план. Обязательно ознакомьтесь с требованиями и сроками поступления в каждый университет. На протяжении всего процесса подачи заявки важно соблюдать организованность. Безусловно, Анна. Я составлю контрольный список и буду отслеживать все необходимые документы и сроки. Я хочу обеспечить беспрепятственный процесс подачи заявки. Это упреждающий подход, Джон. Кроме того, подумайте о том, чтобы обратиться в университеты за любой дополнительной информацией или рекомендациями, которые могут вам понадобиться. Это хорошее замечание. Я сделаю заметку, чтобы связаться с университетами и узнать о любых конкретных требованиях или доступных стипендиях. Стипендии могут стать существенным подспорьем, Джон. Многие университеты предлагают стипендии для иностранных студентов. Стоит изучить ваши варианты. Согласна, Анна. Стипендии определенно облегчат финансовое бремя. Я проведу исследование и посмотрю, на какие стипендии я могу претендовать. Это мудрое решение, Джон. Кроме того, не забывайте учитывать такие факторы, как стоимость жизни, культурные различия и услуги поддержки, предлагаемые иностранным студентам. Ты права, Анна. Адаптация к новой среде может быть сопряжена с трудностями. Я постараюсь собрать как можно больше информации, чтобы подготовиться. В этом и заключается дух, Джон. Воспользуйтесь возможностями и проблемами, которые откроет обучение за рубежом. Для вас это будет революционный опыт. Я в восторге от этих возможностей, Анна. Я верю, что обучение за рубежом расширит мой кругозор и даст мне ценный опыт и знания. Я в этом не сомневаюсь, Джон. Сосредоточьтесь, усердно работайте над заявками, и я уверен, что вы успешно проведете обучение за рубежом. Спасибо за поддержку и поддержку, Анна. Я буду держать вас в курсе моих достижений и решений. Для меня это очень много значит. Добро пожаловать, Джон. Я буду здесь, чтобы поддерживать тебя на каждом шагу. Удачи вам в подготовке, и я с нетерпением жду ваших будущих приключений. Спасибо, Анна. Я благодарна за это. Я скоро с тобой поговорю. Береги себя. Урок 6. Выбор подходящей продолжительности обучения. Привет, Анна. Я пытаюсь установить учебный режим, но не знаю, как долго мне следует готовиться к каждому занятию. Есть предложение? Привет, Джон. Выбор подходящей продолжительности обучения зависит от ваших личных предпочтений и уровня концентрации. Я бы порекомендовал начать с 10-15 минут и посмотреть, что вам подходит. Звучит разумно. Я не хочу перегружать себя, но я также хочу убедиться, что я достаточно учусь, чтобы добиться успехов. Должен ли я постепенно увеличивать продолжительность? Безусловно, Джон. Постепенное увеличение продолжительности обучения – хороший подход. По мере того, как вы почувствуете себя более комфортно и сконцентрируетесь, вы можете уделять каждому занятию несколько минут. В этом есть смысл. Важно найти баланс между производительностью и предотвращением эмоционального выгорания. Каковы признаки того, что мне следует сделать перерыв во время учебных занятий? Если вы обнаружите, что ваш ум блуждает, чувствуете себя умственно истощенным или испытываете снижение производительности – это признаки того, что вам, возможно, придется сделать небольшой перерыв. Прислушайтесь к своему телу и разуму. Неплохая идея – делать перерывы для перезарядки. Какие занятия вы рекомендуете во время этих перерывов, чтобы сделать их эффективными? Во время перерывов полезно заниматься делами, которые расслабляют и освежают ум. Вы можете растянуться, немного прогуляться, послушать музыку или даже выполнить быстрое упражнение на осознанность. Определенно, Джон. Упражнения на глубокое дыхание, медитация или просто сосредоточение внимания на настоящем моменте могут быть эффективными техниками внимательности. Упражнения с инструктором можно найти в интернете или использовать мобильные приложения. Я исследую эти техники и посмотрю, какие из них лучше всего подходят мне. Теперь мне нужно иметь фиксированный график занятий или я могу гибко проводить учебные занятия. Это зависит от твоего образа жизни и обязательств, Джон. Фиксированный график обучения может обеспечить структурированность и последовательность. Однако гибкость позволяет адаптироваться к неожиданным событиям или изменениям приоритетов. Я вижу преимущества обоих подходов. Возможно, мне подошло бы сочетание гибкого графика с назначенными временными интервалами обучения. Что скажешь? Похоже, это хороший план, Джон. Это дает вам необходимую гибкость и позволяет выделять время на учебу. Не забудьте найти то, что вам больше всего подходит и при необходимости адаптироваться. Спасибо за совет, Анна. Теперь я чувствую себя увереннее в том, что смогу составить учебный распорядок, соответствующий моим потребностям. Я начну с более коротких занятий и постепенно буду увеличивать их продолжительность. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Помните, что выбор подходящей продолжительности обучения – дело личное, и оно может потребовать некоторых проб и ошибок. Сохраняйте мотивацию и наслаждайтесь процессом. Я так и сделаю, Анна. Я ценю твою поддержку. Я расскажу вам, как продвигается моя учебная программа. Хорошего дня! Урок 7. Подготовка к увлекательному путешествию. Привет, Анна. У меня есть интересные новости. Я готовлюсь к поездке. Ты впервые путешествуешь. Привет, Джон. Это замечательно. Путешествия – это всегда приключения. Нет, я не в первый раз. Мне уже посчастливилось побывать в нескольких разных странах. Это впечатляет, Анна. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с новыми культурами и исследовать новые места. Какие-нибудь советы для таких начинающих путешественников, как я? Безусловно, Джон. Во-первых, убедитесь, что у вас есть все необходимые проездные документы, такие как паспорт и виза. Очень важно привести их в порядок перед отъездом. Я уже вычеркнул их из своего списка. Как насчет упаковки? Есть предложение о том, что мне взять с собой. Когда дело доходит до упаковки, полезно составить список предметов первой необходимости, таких как одежда, туалетные принадлежности и любые конкретные предметы, которые вам понадобятся для поездки. Возьмите с собой легкую упаковку и учитывайте погоду в пункте назначения. Я не хочу обременять меня тяжелым багажом. Есть ли какие-нибудь незаменимые аксессуары для путешествий, которые мне стоит рассмотреть? Вот несколько аксессуаров для путешествий, которые могут пригодиться, адаптер для путешествий, портативное зарядное устройство, подушка для шеи и многоразовая бутылка с водой. Они могут сделать ваше путешествие более комфортным. Я обязательно включу их в список предметов первой необходимости для путешествий. Меня также беспокоит безопасность. Какие меры предосторожности следует соблюдать во время путешествия? Безопасность всегда должна быть приоритетом, Джон. Будьте внимательны к своему окружению, храните свои вещи в безопасности и не выставляйте ценные вещи. Также изучите местные обычаи и возможные виды мошенничества. Я обязательно учту это. Важно помнить и уважать местную культуру. Кстати говоря, есть ли какие-либо советы по общению с местными жителями? Общение с местными жителями может улучшить ваше впечатление от путешествий, Джон. Выучите несколько основных фраз на местном языке, будьте вежливы и проявите искренний интерес к их культуре. Это может привести к значимым связям. Выучить несколько фраз – отличная идея. Это проявление уважения и поможет мне лучше ориентироваться. Мне также не терпится попробовать новую еду. Какие-нибудь рекомендации? Попробовать местную кухню – одно из главных развлечений в путешествиях, Джон. Будьте открыты для новых вкусов и блюд. Обратитесь к местным жителям за рекомендациями или посетите популярные продуктовые рынки и закусочные. Я определенно отнесусь к выбору блюд с большим энтузиазмом. Наконец, какие-нибудь общие советы или уроки, извлеченные из ваших предыдущих поездок? Один важный урок, который я усвоила, заключается в том, что нужно проявлять гибкость и принимать неожиданные ситуации. Путешествия иногда могут повлечь за собой непредвиденные изменения, и очень важно адаптироваться к ним и извлечь из них максимум пользы. Ключ к успеху, понял. Теперь, благодаря твоим советам, Анна, я чувствую себя более подготовленной и взволнованной перед предстоящей поездкой. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Желаю вам невероятного путешествия, наполненного незабываемыми впечатлениями. Наслаждайся каждым моментом. Спасибо, Анна. Я очень благодарна за это. Я обязательно поделюсь с вами историями о своих путешествиях, когда вернусь. Береги себя. Урок 8. Покупка здоровых продуктов. Привет, Анна. Я иду в продуктовый магазин. Не могли бы вы также взять свежие фрукты и овощи? Привет, Джон. Конечно. Я обязательно выберу множество ярких фруктов и овощей для здорового питания. Звучит отлично, Анна. Я стараюсь включить в свой рацион больше питательных продуктов. Какие конкретные фрукты и овощи вы рекомендуете? Безусловно, Джон. Некоторые богатые питательными веществами фрукты включают ягоды, апельсины и яблоки. Из овощей отличным выбором станет листовая зелень, такая как шпинат, брокколи и разноцветный перец. Отлично, Анна. Я добавлю их в свой список. А как насчет органических продуктов? Стоит ли об этом думать? Органические продукты могут быть хорошим вариантом, если вы предпочитаете избегать пестицидов, Джон. Однако важно отметить, что как органические, так и выращенные традиционным способом фрукты и овощи могут быть частью здорового питания. Понятно, Анна. Я учту это и приму решение, исходя из наличия свободных мест и личных предпочтений. Есть ли другие продукты здорового питания, которые мне следует добавить в свой список покупок? Да, Джон. Не забудьте добавить цельные зерна, такие как коричневый рис, цельнозерновый хлеб и киноа. Кроме того, попробуйте добавить нежирные белки, такие как курица, рыба или тофу. Поняла, Анна. Цельнозерновые продукты и нежирные белки определенно помогут мне приготовить сбалансированные блюда. Как насчет закусок? Есть ли полезные для здоровья варианты перекусов? Безусловно, Джон. Вместо того, чтобы употреблять нездоровые закуски, попробуйте такие варианты, как орехи, семечки, йогурт или даже домашние энергетические батончики. Они обеспечивают хороший баланс питательных веществ. Это отличные предложения по перекусам, Анна. Я обязательно запашусь ими. Кстати, о запасах. Есть ли советы по хранению фруктов и овощей, чтобы они дольше оставались свежими? Да, Джон. Важно правильно хранить фрукты и овощи, чтобы сохранить их свежесть. Некоторые общие рекомендации включают хранение их в холодильник отдельно друг от друга и избегание избытка влаги. Я соответствующим образом организую свой холодильник, чтобы обеспечить наилучшие условия хранения. Важно свести к минимуму количество пищевых отходов. Кстати, есть какие-нибудь советы по чтению этикеток на пищевых продуктах? Чтение этикеток на продуктах питания может быть полезным, Джон. Ознакомьтесь с информацией о питании, размерах порций и списках ингредиентов. Обратите внимание на добавленный сахар, уровень натрия и общую питательную ценность. Это ценная информация, Анна. Я потрачу время на то, чтобы лучше прочитать и понять этикетки на продуктах питания. Это поможет мне сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Спасибо за рекомендации. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Помните, что небольшие изменения в привычках покупки продуктов могут сильно повлиять на общее состояние здоровья. Наслаждайтесь покупками питательных веществ. Я так и сделаю, Анна. Я с радостью выбираю более здоровую пищу и готовлю вкусные блюда. Я расскажу вам, как все пойдет. Береги себя. Урок 9. Выражение благодарности за подарок на день рождения. Привет, Анна. Я просто хотела поблагодарить тебя за подарок на день рождения. Это было так заботливо с твоей стороны. Привет, Джон. Добро пожаловать. Я рада, что тебе понравилось. Я хотела подарить тебе что-то особенное. Что ж, у тебя определенно получилось, Анна. Это был такой продуманный и значимый подарок. Рад это слышать, Джон. Дни рождения – это время праздновать и выражать признательность. Безусловно, Анна. Ваш подарок сделал мой день рождения еще более особенным и незабываемым. Я рада, что смогла внести свой вклад в ваш особенный день, Джон. Дни рождения должны быть наполнены радостью и счастьем. Твоя доброта и щедрость тронули мое сердце, Анна. Для меня это очень много значит. Я хотела убедиться, что в день рождения тебя любят и ценят, Джон. Ты этого заслуживаешь. Спасибо за то, что вы сделали все возможное, Анна. Ваш подарок действительно заставил меня почувствовать себя особенной. Мне было очень приятно, Джон. Дни рождения – это возможность показать неравнодушным людям, как много они для нас значат. Что ж, тебе, безусловно, удалось заставить меня чувствовать себя ценной и любимой, Анна. Еще раз спасибо. Добро пожаловать, Джон. Важно окружать себя людьми, которые приносят нам радость и заставляют нас чувствовать себя любимыми. Ты абсолютно права, Анна. Я благодарна за то, что ты есть в моей жизни. Твоя дружба сама по себе является подарком. Это чувство взаимно, Джон. Я также благодарна за нашу дружбу. Дни рождения – это время чествовать дорогих нам людей. Дни рождения – это действительно время для празднования и размышлений, Анна. Ваш подарок напомнил мне о важности значимых связей. Я рада, что мой подарок произвел такое впечатление, Джон. Важно выразить признательность людям, которые приносят счастье в нашу жизнь. Безусловно, Анна. Ваша внимательность и щедрость сделали мой день рождения еще более особенным. Я очень благодарна. Я рада, что смогла сделать твой день рождения немного ярче, Джон. Важно отмечать важные события и оставлять незабываемые воспоминания. У тебя определенно получилось, Анна. Ваш подарок всегда будет напоминать мне о нашей прекрасной дружбе. Это согревает мое сердце, Джон. Дни рождения – это возможность выразить благодарность и отдать должное людям, которые делают нашу жизнь лучше. Что ж, ты определенно улучшила мой день, Анна. Еще раз спасибо за ваш сердечный подарок. Добро пожаловать, Джон. Дни рождения – это время выразить признательность, и я благодарна за предоставленную возможность сделать это. Твоя доброта и вдумчивость очень важны для меня, Анна. Спасибо за то, что вы такой замечательный друг. Это чувство взаимно, Джон. Дни рождения – это время размышлять о благословениях нашей жизни, и ты, безусловно, один из моих. Спасибо за дружбу и за то, что сделали мой день рождения особенным, Анна. Я очень благодарна. Мне было очень приятно, Джон. Дни рождения – это время чествовать дорогих нам людей, и вас определенно стоит отпраздновать. Твои слова трогают мое сердце, Анна. Еще раз благодарю вас за невероятный подарок и за то, что вы прекрасный друг. Урок 10. Покупка предметов первой необходимости для ребенка. Привет, Анна. Я услышала хорошие новости. Поздравляю вас с беременностью. Отлично. Привет, Джон. Большое спасибо. Мы очень рады появлению нашего малыша. Могу себе представить. Это удивительное путешествие. Вам нужна помощь в покупке предметов первой необходимости для ребенка. Это было бы замечательно, Джон. Я все еще пытаюсь понять, что нам понадобится. Есть предложение. Совершенно верно. Давайте начнем со снов. Вам понадобятся подгузники, детская одежда и детская кроватка. Подгузники и одежда, конечно, необходимы. А как же детская кроватка? Какие-нибудь рекомендации о том, где ее купить? Вы можете заглянуть в детские магазины или даже поискать в интернете широкий выбор кроваток. Просто не забудьте прочитать отзывы перед покупкой. Хорошее замечание, Джон. Я проведу небольшое исследование и сравню цены и отзывы. Что еще мне следует рассмотреть? Еще одна важная вещь – коляска. Она пригодится, когда вы захотите взять ребенка на прогулку или выполнить поручение. Коляска звучит практично. Я добавлю это в свой список. Что-нибудь еще вы порекомендуете? Автокресло имеет решающие значения для обеспечения безопасности вашего ребенка во время поездок на автомобиле. Важно выбрать правильный размер и правильно установить его. Безопасность – наш главный приоритет, поэтому я обязательно посмотрю на автокресло. Спасибо, что напомнили мне, Джон. Добро пожаловать, Анна. Кроме того, если вы планируете кормить грудью, вам могут пригодиться детские бутылочки, молокооцис и принадлежности для кормления грудью. Не забывайте о детских гигиенических принадлежностях, таких как детский шампунь, лосьон и мягкий стиральный порошок для одежды. Ладно, мне тоже нужно запастись предметами первой необходимости. Спасибо за помощь, Джон. Теперь я чувствую себя более подготовленной. Я рада, что смогла помочь вам, Анна. Помните, что не стоит спешить получать все и сразу. Вы можете постепенно пополнять запасы ребенка. Это правда. Я буду делать это шаг за шагом. Еще раз спасибо, Джон. Твой совет бесценен. Без проблем, Анна. Я здесь, чтобы помочь. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь спрашивать. Я благодарна за это, Джон. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные рекомендации. Береги себя. Ты тоже, Анна. Наслаждайтесь этим особенным временем и позаботьтесь о себе и ребенке. Еще раз поздравляю. Привет, Анна. Я хотела кое-что с тобой обсудить. Могу ли я затронуть тему исследования рынка? Привет, Джон. Конечно. Исследование рынка – важный аспект бизнеса. Что вы имеете в виду? Думаю, было бы полезно провести маркетинговое исследование нашего нового продукта. Это помогает нам получать ценную информацию от потенциальных клиентов. Определенно. Маркетинговые исследования предоставляют нам информацию, основанную на данных, которая повышает доверие к нашим решениям и стратегиям. Именно это я и имел в виду. Понимая потребности и предпочтения наших целевых рынков, мы можем адаптировать наш продукт к их ожиданиям. Совершенно верно. Это позволяет нам выявлять рыночные тенденции, анализировать конкурентов и принимать обоснованные бизнес-решения. Точно. Благодаря тщательному исследованию рынка мы можем оценить спрос на наш продукт и определить наиболее эффективные маркетинговые стратегии. Это также помогает нам снизить риски, выявляя потенциальные препятствия и проблемы на рынке. Правильно. Проводя опросы, интервью и анализируя данные, мы можем получать ценную информацию и принимать решения, основанные на фактических данных. Кроме того, исследование рынка дает нам конкурентное преимущество. Это помогает нам быть на шаг впереди и адаптироваться к меняющимся потребностям клиентов. Совершенно верно. Чтобы оставаться конкурентоспособными в отрасли, важно быть в курсе рыночных тенденций и поведения потребителей. Я полностью согласен. Наличие надежных маркетинговых исследований укрепляет авторитет нашего бизнеса и укрепляет доверие заинтересованных сторон. Это очень важный момент. Когда мы представляем свои выводы и стратегии, подкрепленные тщательными исследованиями рынка, это повышает наш авторитет и способствует достижению наших бизнес-целей. Определенно. Важно эффективно доводить результаты наших маркетинговых исследований до внутренних и внешних заинтересованных сторон. Совершенно верно. Делясь результатами наших исследований, мы можем объединить наши команды, получить поддержку и обеспечить общее понимание наших бизнес-целей. Это правда. Исследование рынка – это непрерывный процесс. Важно регулярно обновлять наши данные и соответствующим образом адаптировать наши стратегии. Вы абсолютно правы. Динамика рынка меняется, и отслеживание этих изменений с помощью постоянных исследований является ключом к нашему успеху. Согласовано. Давайте выделим ресурсы и время на всестороннее исследование рынка, чтобы принимать обоснованные решения и продвигать наш бизнес вперед. Безусловно, Анна. Давайте отдадим предпочтение исследованию рынка как фундаментальной части нашей бизнес-стратегии. Это, несомненно, будет способствовать нашему долгосрочному успеху. Не могу не согласиться, Джон. Используя маркетинговые исследования, мы можем принимать правильные решения, получать конкурентное преимущество и создавать бренд с хорошей репутацией. Хорошо сказано, Анна. Давайте начнем исследование рынка и откроем новые возможности для нашего бизнеса. Мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с тобой, Джон. Давайте обеспечим процветание нашего бизнеса с помощью взвешенных решений и надежных стратегий. Действительно, Анна. Вместе мы соберем ценную информацию и направим наш бизнес к росту и успеху. Урок 12. Национальные парки и удивительные пейзажи. Привет, Анна. Вы когда-нибудь посещали национальные парки? Обычно там потрясающие пейзажи. Привет, Джон. Да, мне посчастливилось посетить несколько национальных парков. Пейзаж захватывает дух. Это замечательно, Анна. В каких национальных парках вы бывали? Я бывал в Есимитском национальном парке, Национальном парке Гранд Каньон и Елоустонском национальном парке. Ух ты, это невероятный выбор. Каждый парк предлагает уникальные и потрясающие пейзажи. Безусловно, Джон. Высокие водопады и гранитные скалы Есимити – это настоящее зрелище. Я всегда хотела посетить Есимити. Это в моем списке путешествий. Тебе определенно стоит пойти, Джон. Стоит воочию полюбоваться красотой долины Есимити. Я обязательно планирую поездку туда в ближайшее время. Как насчет Гранд Каньона? Каков был ваш опыт? Гранд Каньон впечатляет, Джон. Пространство и глубина Каньона поистине удивительны. Могу только представить. Наверное, это невероятное чувство стоять на грани и наблюдать за таким чудом природы. Это действительно унизительный опыт. Слои разноцветных скал и река Колорадо, протекающие через каньон, просто незабываемы. Я сразу добавляю Гранд Каньон в свой список путешествий. Какие еще национальные парки вы рекомендуете? Йеллоустонский национальный парк – еще одно место, которое обязательно нужно посетить, Джон. Гейзеры, горячие источники и разнообразная дикая природа делают его поистине исключительным. Йеллоустон звучит завораживающе. Я видел фотографии извержения знаменитого гейзера Old Faithful. Это удивительное зрелище, Джон. Геотермальные свойства Йеллоустона не похожи ни на что другое. Обязательно приеду в Йеллоустон и воочию увижу гейзеры. Спасибо за рекомендацию, Анна. Добро пожаловать, Джон. Посещение национальных парков – отличная идея для любителей природы и искателей приключений, таких как мы. Совершенно верно. Возможность погрузиться в красоту природы и увидеть эти замечательные пейзажи бесценно. Это возможность отвлечься от суеты и насладиться чудесами природы. Это правда, Анна. Природа способна омолодить наше настроение и подарить ощущение спокойствия. Точно. Будь то походы, кемпинг или просто любование видами, национальные парки предлагают безграничные возможности для исследований и общения с природой. Не могу не согласиться с этим. Давайте продолжим исследовать больше национальных парков и наслаждаться их красотой. Безусловно, Джон. Давайте погрузимся в приключения и оставим воспоминания среди этих невероятных пейзажей. С нетерпением жду этого, Анна. Давайте отправимся в еще больше незабываемых путешествий и познакомимся с чудесами наших национальных парков. Вместе мы откроем для себя новые горизонты и полюбим невероятные пейзажи, которыми нас одарила природа. Действительно, Анна. Давайте воспользуемся нашими путешествиями по максимуму и оценим великолепие наших национальных парков. Урок 13. Гостеприимство и комфортное проживание. Привет, Анна. Я хотела обсудить наш предстоящий групповой визит. Добро пожаловать. Мы позаботимся о том, чтобы вашей группе было комфортно у нас. Привет, Джон. Я благодарна за это. Комфорт очень важен для наших гостей. Какое жилье у нас есть? У нас есть широкий выбор вариантов от уютных номеров до просторных люксов. Мы позаботимся о том, чтобы каждому было комфортно. Приятно это слышать. Важно предоставить нашим гостям широкий выбор вариантов в соответствии с их предпочтениями и потребностями. Совершенно верно. Мы хотим сделать их пребывание максимально приятным. Мы позаботимся о том, чтобы номера были хорошо оборудованы и оснащены необходимыми удобствами. Внимание к деталям имеет решающее значение. Удобные кровати, чистые ванные комнаты и уютная атмосфера изменят впечатление наших гостей. Я полностью согласен. Мы также предоставим дополнительные услуги, такие как обслуживание номеров и уборка номеров, чтобы повысить их комфорт. Отлично. Важно чутко реагировать на их потребности и обеспечивать своевременное выполнение их запросов. Наши сотрудники будут обучены предоставлять исключительный сервис и помогать с любыми запросами или особыми требованиями. Это просто фантастика, Джон. Дружелюбный и внимательный персонал создает теплую и гостеприимную атмосферу для наших гостей. Совершенно верно. Мы позаботимся о том, чтобы наши гости чувствовали, что их ценят и о них хорошо заботятся на протяжении всего пребывания. Также важно предоставить информацию о местных достопримечательностях, ресторанах и вариантах транспорта, чтобы улучшить общее впечатление от них. Правильно. Мы хотим сделать все возможное и предоставить рекомендации, которые помогут нашим гостям максимально использовать свой визит. Этот индивидуальный подход может существенно изменить ситуацию, Джон. Мы хотим, чтобы наши гости чувствовали, что получают советы и рекомендации от инсайдеров. Точно. Удовлетворяя их индивидуальные предпочтения и делая все возможное, мы создадим незабываемый и комфортный отдых для наших гостей. Не могу не согласиться, Джон. Рекомендации из уст в уста и положительные отзывы помогут нам завоевать репутацию исключительного гостеприимства. Совершенно верно. Счастливые гости с большей вероятностью вернутся и порекомендуют нас своим друзьям и семье. От этой ситуации выигрывают все. Обеспечивая комфортное пребывание, мы не только удовлетворяем потребности наших гостей, но и повышаем лояльность и привлекаем новых клиентов. В этом и заключается цель, Анна. Мы хотим, чтобы каждый гость уходил с улыбкой, зная, что мы сделали все возможное, чтобы сделать их пребывание комфортным и приятным. Уверен, что благодаря нашему гостеприимству и вниманию к деталям наши гости получат прекрасное впечатление. Я разделяю твою уверенность, Анна. Давайте вместе создадим уютную атмосферу и обеспечим комфортное пребывание для всех наших гостей. Безусловно, Джон. Наша приверженность гостеприимству отличает нас от других и сделает наше заведение предпочтительным выбором для путешественников. Я очень рад возможности предоставить исключительный сервис и обеспечить нашим гостям комфортное и незабываемое пребывание. Урок 14 Умный выбор путешествий и чтение отзывов Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь поездку. Это мудрый выбор. Привет, Джон. Да, я очень рад открыть для себя новое место. Всегда приятно сменить обстановку. Совершенно верно. При выборе жилья я рекомендую прочитать отзывы перед бронированием. Не могу не согласиться, Джон. Отзывы содержат ценную информацию об опыте других путешественников. У них есть. Важно знать, чего ожидать и принимать взвешенное решение. Чтение отзывов помогает нам оценить качество обслуживания, чистоту и общую удовлетворенность клиентов. Это правда, Анна. Положительные отзывы указывают на хорошо управляемое заведение, которое оправдывает ожидания гостей. С другой стороны, негативные отзывы могут вызвать тревогу и побудить нас пересмотреть свой выбор. Очень важно искать общие темы в отзывах. Один или два отклонения могут не отражать общий опыт. Правильно. Нам следует сосредоточиться на общем консенсусе и рассмотреть несколько отзывов, чтобы получить более точную картину. Кроме того, очень важно обращать внимание на недавние обзоры. Со временем многое может измениться, поэтому актуальная обратная связь очень важна. Совершенно верно. Недавние отзывы дают нам представление о текущем состоянии заведения и его услуг. Еще один аспект, который следует учитывать, это доверие к рецензенту. Некоторые платформы проверяют отзывы настоящих гостей. Это хорошее замечание, Джон. Проверенные отзывы имеют больший вес и могут быть более надежными. Также полезно прочитать отзывы путешественников с похожими предпочтениями или потребностями на наше. Да, если кто-то упоминает о важных для нас аспектах, таких как спокойная атмосфера или удобное расположение, стоит обратить на это внимание. Определенно. Считая отзывы, мы можем сделать более уверенный выбор и избежать неприятных сюрпризов. И если мы сами получили положительный опыт, оставив отзыв, вы сможете помочь другим в процессе принятия решений. Именно так. Обмен собственным опытом вносит вклад в развитие туристического сообщества и помогает попутчикам принимать взвешенные решения. Это способ заплатить и выразить благодарность за информацию, которую мы почерпнули из отзывов других. Не могу не согласиться, Анна. Давайте возьмем за привычку читать отзывы и использовать их как ценный ресурс при планировании путешествий. Безусловно, Джон. Это разумный способ сделать путешествия более приятным и приятным. Итак, независимо от того, выбираете ли вы жилье, рестораны или достопримечательности, давайте обязательно прочитаем отзывы и примем обоснованные решения. Согласен, Джон. Вместе мы сможем ориентироваться в мире отзывов и сделать правильный выбор, который улучшит наше путешествие. С нетерпением жду этого Анна. Давайте отправимся в путешествие с уверенностью, вооружившись знаниями, которые мы получаем, читая отзывы. Урок 15. Новые увлечения для отдыха и общения. Привет, Анна, ты когда-нибудь пробовала новые увлечения в последнее время? Привет, Джон, да, я недавно начал рисовать. Это отличный способ расслабиться и раскрыть свой творческий потенциал. Звучит замечательно, Анна. Новые увлечения могут освежать и благотворно влиять на наше самочувствие. Совершенно верно. Это позволяет нам исследовать разные интересы и раскрывать скрытые таланты. Новые увлечения также дают возможность познакомиться с новыми людьми со схожими интересами. Это правда, Джон. Занятия в группах или в клубах, связанных с нашими увлечениями, могут привести к налаживанию крепких связей. Это шанс расширить круг общения и завязать дружеские отношения с единомышленниками. Именно так. На уроках рисования я познакомилась с замечательными людьми, и мы создали сообщество поддержки. Это просто фантастика, Анна. Наличие сообщества, поддерживающего нас, может улучшить наш хобби и мотивировать к продолжению. Это определенно так, Джон. Мы можем делиться советами, учиться друг у друга и радоваться успехам друг друга. Новые увлечения также могут помочь снять стресс и обрести чувство удовлетворения. Совершенно верно. Занятия, которые нам нравятся, могут оказать терапевтическое воздействие и помочь нам расслабиться от повседневных забот. Это возможность отключиться от экранов и погрузиться в нечто осязаемое и приятное. Это так, Джон. Это отдых от цифрового мира и возможность задействовать наши чувства. Новые увлечения также могут дать нам чувство выполненного долга по мере того, как мы учимся и совершенствуемся с течением времени. Да, наблюдая за нашим прогрессом и развитием наших навыков, мы можем повысить уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Это напоминание о нашей способности учиться и расти даже в тех областях, о которых мы, возможно, раньше не думали. Совершенно верно. Новые увлечения открывают двери для новых впечатлений и расширяют наш кругозор. Это приглашение выйти из зоны комфорта и принять новые вызовы. И кто знает, Джон, возможно, мы откроем для себя увлечение на всю жизнь или откроем скрытый талант. В этом прелесть новых увлечений, Анна. Это приключение с безграничными возможностями. не могу не согласиться, Джон. Давайте поощряем друг друга к поиску новых увлечений и наслаждению их преимуществами. Безусловно, Анна. Давайте с радостью попробуем что-то новое и создадим возможности для отдыха, общения и личностного роста. Я в восторге от предстоящего путешествия, Джон. Давайте займемся новыми увлечениями и насладимся замечательными преимуществами, которые они предлагают. Действительно, Анна. Давайте с пользой проведем свободное время и откроем для себя магию попробовать что-то новое. Урок 16. Прогноз погоды и советы по упаковке. Привет, Анна. Я планирую поездку на следующей неделе. Думаю, нам также следует проверить прогноз погоды и соответствующим образом упаковать вещи. Привет, Джон, это умная идея. Знание погодных условий поможет нам упаковать подходящую одежду и предметы первой необходимости. Совершенно верно. Важно быть готовыми и одеваться в соответствии с климатом места назначения. Проверка прогноза погоды позволяет нам предвидеть любые изменения или колебания погодных условий. Это правда, Анна. Это помогает нам планировать мероприятия и вносить необходимые коррективы в маршрут. Мы должны учитывать среднюю температуру, количество осадков и любые экстремальные погодные условия, которые могут произойти. Правильно. Если будет жарко и солнечно, нам понадобится солнцезащитный крем, головные уборы и легкая одежда. А если прогноз предсказывает дождь, мы должны взять с собой зонтики, дождевики и непромокаемую обувь. Также важно проверить, не будет ли сильных ветров или штормов во время нашего пребывания. Определенно. В этом случае нам, возможно, придется упаковать дополнительные слои или защитное снаряжение. Проверка прогноза погоды помогает нам избежать перегрузки или недоупаковки вещей перед поездкой. Это правда, Джон. Это гарантирует, что у нас есть необходимое количество одежды и аксессуаров без лишних объемов. Мы также должны учитывать местный климат и любые конкретные погодные условия в месте назначения. Это хорошее замечание. В некоторых местах разные времена года или микроклимат, требующие специальной подготовки. Рекомендуется изучить обычные погодные условия во время нашего визита. знание типичных погодных условий поможет нам принимать обоснованные решения о том, что взять с собой. Кроме того, нам следует помнить о любых специальных мероприятиях или мероприятиях, которые могут потребовать специальной одежды. Совершенно верно. Если мы посещаем официальные мероприятия или увлекаемся приключениями на свежем воздухе, наши требования к упаковке могут отличаться. Также полезно упаковать универсальные предметы одежды, которые можно слоить или комбинировать. Таким образом, мы можем адаптироваться к меняющимся погодным условиям или неожиданным изменениям в планах. Всегда полезно упаковать предметы первой необходимости, такие как зонт для путешествий, легкую куртку и удобную обувь. Согласовано. Эти предметы могут пригодиться независимо от прогноза погоды. Наконец, мы всегда должны оставлять место в багаже для сувениров или любых вещей, которые мы можем приобрести во время поездки. Хорошее замечание, Джон. Лучше иметь немного свободного места, чем возиться с переполненным чемоданом. Безусловно, Анна. Проверяя прогноз погоды и соответствующим образом упаковывая вещи, мы сможем сделать поездку более комфортной и приятной. Действительно, Джон. Все дело в том, чтобы быть готовыми к любым погодным условиям. Поэтому давайте обязательно проверим прогноз, аккуратно соберем вещи и отправимся в фантастическое путешествие с подходящей одеждой и предметами первой необходимости. Безусловно, Джон. Таким образом, мы будем хорошо оснащены всем необходимым, чтобы максимально использовать впечатление от путешествий в любую погоду. В этом и заключается дух Анна. Давайте приготовимся к предстоящему путешествию и примем мудрые решения на основе прогноза погоды. Урок 17. Изучение прекрасных видов на закат. Привет, Анна, у меня есть предложение. Как насчет вечерней прогулки на берегу озера? Здесь тихо и открывается потрясающий вид. Привет, Джон, это звучит как фантастическая идея. Наблюдение за закатом на берегу озера должно быть захватывает дух. Совершенно верно. Безмятежная атмосфера и цвета неба, отражающиеся на воде, создают поистине волшебную сцену. Не могу не согласиться, Джон. Это идеальный способ расслабиться и оценить красоту природы. берег озера также создает ощущение спокойствия вдали от городского шума и суеты. Это так. Это отличная возможность укрыться от шума и погрузиться в умиротворяющую обстановку. Мы можем неторопливо прогуляться вдоль берега и найти удобное место, чтобы насладиться видом. А когда солнце садится, меняющиеся оттенки оранжевого, розового и фиолетового окрашивают небо в завораживающую панораму. Это мечта фотографа. Побережье озера предлагает широкие возможности для съемки потрясающих снимков заката. В самом деле. Сочетание воды, неба и окружающего пейзажа создает живописную обстановку. Мы также можем взять с собой одеяло и устроить небольшой пикник, наблюдая за закатом. Звучит прекрасно, Джон. Мы можем взять с собой закуски и напитки, чтобы насладиться красотой вокруг нас. Это возможность сбавить обороты, оценить простые удовольствия и провести содержательные беседы. Совершенно верно. Побережье озера — это спокойная атмосфера для общения и совместного времяпрепровождения. Мы можем поразмышлять о прошедшем дне, поделиться историями и создать незабываемые воспоминания в спокойной обстановке. А с наступлением темноты мы можем даже мельком увидеть звезды, мерцающие над мерцающей водой. Это было бы идеальным завершением очаровательного вечера, Анна. На берегу озера можно увидеть чудеса природы. С нетерпением жду этого, Джон. Давайте спланируем поездку на берег озера и вместе понаблюдаем за захватывающим закатом. Определенно, Анна. Этот опыт наполнит наше сердце трепетом и напомнит о красоте, которая нас окружает. Не могу не согласиться, Джон. Природа очаровывает нас и напоминает нам о необычном мире, в котором мы живем. Итак, давайте назначим свидание, чтобы исследовать берег озера и погрузиться в тишину и потрясающие виды, которые оно предлагает. Я в восторге, Джон. Давайте окунемся в тишину и вместе насладимся волшебным закатом на берегу озера. Действительно, Анна. Давайте создадим незабываемые впечатления и позаботимся о красоте, которая раскрывается на наших глазах. Урок 18. Разрешение конфликтов с помощью открытого общения. Привет, Анна. Я хотела поговорить о разрешении конфликтов. Как вы справляетесь с конфликтами с помощью открытого общения? Привет, Джон. Открытое общение имеет решающее значение при разрешении конфликтов. Я верю в прямое и честное решение проблемы. Отличный подход, Анна. Важно выражать свои мысли и чувства уважительно и конструктивно. Совершенно верно. Активно выслушивая точки зрения друг друга, мы можем лучше понять ситуацию. Активное слушание позволяет нам сопереживать другому человеку и находить общий язык для решения проблемы. Также важно четко изложить наши потребности и ожидания, чтобы наше послание было понято. Четкая коммуникация помогает предотвратить недоразумения и позволяет обеим сторонам работать над взаимовыгодным решением. Когда возникают конфликты, я считаю, что полезно сосредоточиться на рассматриваемой проблеме, а не нападать на вовлеченного человека. Это важное отличие, Анна. Отделение проблемы от человека способствует более конструктивному диалогу. Я также верю в поиск взаимовыгодных решений, в которых обе стороны считают, что их опасения признаны и учтены. Отличный образ мышления, Анна. Сотрудничество и компромисс – ключ к достижению взаимоприемлемых результатов. Сделав шаг назад и подойдя к ситуации с уравновешенностью, мы сможем более четко мыслить и находить продуктивные решения. Согласен, Джон. Важно управлять эмоциями и не допускать дальнейшей эскалации конфликта. Активное решение проблем – еще одна эффективная стратегия. Вместе мы можем обдумать идеи и изучить различные варианты. Работая вместе, мы можем найти творческие решения, отвечающие потребностям обеих вовлеченных сторон. Также важно быть готовыми принести извинения и взять на себя ответственность за свои действия, если мы способствовали конфликту. признание своих ошибок и проявление готовности исправить ситуацию помогают восстановить доверие и укрепить отношения. Безусловно, Анна, урегулирование конфликтов – это не только поиск решения, но и укрепление взаимопонимания и поддержание здоровых связей. Это очень важный момент, Джон. Открытое общение и разрешение конфликтов способствуют более здоровым и гармоничным отношениям. Приняв эти принципы, мы сможем изящно преодолевать конфликты и создавать условия, в которых голос каждого будет услышан. Действительно, Джон. Открытое общение закладывает основу для эффективного разрешения конфликтов и открывает путь к росту и взаимопониманию. Поэтому давайте не будем подходить к конфликтам с открытым умом, активным слушанием и искренним стремлением к разрешению. Я полностью согласен, Джон. Используя открытое общение, мы можем превратить конфликты в возможности для роста и укрепления связей. Хорошо сказано, Анна. Давайте потренируем эти навыки и продолжим развивать позитивное и конструктивное общение в нашем общении. Безусловно, Джон. Вместе мы можем преодолевать конфликты, проявляя сочувствие, понимание и приверженность открытому общению. Я благодарна за нашу возможность участвовать в открытых и честных дискуссиях, Анна. Это позволяет нам расти и укреплять наши связи. Точно так же, Джон. Наша приверженность разрешению конфликтов с помощью открытого общения служит положительным примером и для других. Точно, Анна. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание открытому общению и созданию благоприятных условий для роста и взаимопонимания. Продолжение следует...